Друзья, добро пожаловать. Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. Я очень рад, что вы с нами сейчас, сегодня, каждый раз. Потому что вот этот процесс общения, это, как говорил Рональд Рейган, танго. Нужно вдвоем танцевать. Поэтому если мы здесь говорим, а вас, публики, там нет, то это неправильно. Поэтому спасибо всем тем, кто смотрит. Жмите лайки, подписывайтесь на Рашкин Репорт. Спасибо всем тем, кто финансово поддерживает Рашкин Репорт на платформе Патреон или даже в Ютубе. Сейчас мы проводим прямой эфир в Ютубе. Так что вы можете как бы выразить свою поддержку или просто написать комментарий, написать, откуда вы нас смотрите. Мне всегда любопытно, потому что это же все-таки канал, который смотрит по всему миру. Поэтому пишите, откуда вы смотрите и слушаете этот канал. А мы сейчас сделаем то, что мы делаем раз в месяц. Мы встречаемся с Игорем Айзенбергом, который пишет новости из США, которые вы так, я уверен, смотрите и слушаете на этом канале. И просто как бы не по скрипту, не по тексту обсуждаем, что произошло за этот месяц, какие самые главные новости. Потому что, мне кажется, очень важно разобраться в этом, например, мы будем говорить про американскую избирательную кампанию, которая уже на нас как бы надвигается. Но нужно учитывать, что мы смотрим ее, будем обсуждать как бы сиюминутно иногда, потому что мы как бы в новостях обсуждаем сиюминутные новости. Но всегда нужно и как бы помнить, что нужно отступить назад, чтобы понять, какая большая картинка. Поэтому я рад приветствовать Игоря Айзенберга. И мы отступим назад, посмотрим на большую картинку, что случилось за апрель 23-го года. Игорь, привет. Привет, Юра. И рад приветствовать всех наших зрителей. Спасибо всем за то, что вы нас смотрите и слушаете, и читаете. Вот именно, друзья. Если вы хотите читать, некоторые предпочитают читать, заходите к Игорю в Фейсбук, читайте его сводки новостей там. Если вам нравится это послушать или посмотреть, тогда вы в правильном месте на канале «Рашкин Репорт». Ну что ж, Игорь, ты знаешь, когда мы с тобой закончили прошлый наш эпизод за март прошлого года, я помню, что мы как бы... Я даже не отметил, насколько это важно. А для тебя это, в общем-то, мне кажется, была, возможно, самая важная новость. Ты сказала того месяца, что Путина объявили криминальное обвинение международным криминальным судом. И что вот так это как бы значительный момент. И буквально пару дней назад, кажется, вышла новость, что Южноафриканская республика выходит из криминального суда, потому что... Ну, чтобы мог Путин к ним приехать. И мне интересно, вот, значит, как мир изменился за этот месяц, что теперь Южноафриканская республика выходит из международного криминального суда? Ну да, видишь, изменения налицо. То есть мир действительно меняется. Он больше поляризуется. Одни страны борются за его будущее, а другие страны борются за прошлое. И какие-то страны, значит, вместе борются за будущее. Какие-то страны примыкают к тем, кто борется за прошлое. Ну, очевидно, Южноафриканская республика вот во второй категории находится. Но вместе с тем, смотри, характерно, за этот месяц Путину, по-моему, кроме Эрдогана, никто не звонил. Ну, и не позвонит больше. Ну, да, там, может быть, может быть, там, какие-нибудь друзья могут ему позвонить, теоретически. Ну, даже Орбан ему в течение этого месяца не звонил. То есть, с одной стороны, хорошо. Тогда, с одной стороны, получается, что Южноафриканская республика у него все-таки как союзник, почитай. А с другой стороны, 9 мая, наверное, мало кто появится в Москве или Парагеле, там, говорят, какого-то президента центрально-азиатского, хотят поймать, когда он будет из самолета в самолет пересаживаться. Но непопулярный человек, хотя Южноафриканская республика его ждет. Почему? Может быть, у него там усадьба? Не знаю. Короче, думаю, знаю, что это играет роль, скажем, вот такой ориентации Южноафриканской республики. Ну, и не только Индии, Бразилии. Вот играет роль такой вот антиамериканизм традиционный с давних времен. Он как бы на фоне антиамериканизма такие какие-то виртуальные, ну, или не виртуальные, а симпатии к Советскому Союзу, которого давно нет. Но на его месте вот есть Россия. Для них, в общем, разницы не было. Россия, Советский Союз, для них все это одно и то же. И вот эти какие-то такие антиамериканизм, антизападничество, ну, вот оно все остается и выливается в то, что эти страны, вот они, несмотря на то, что, скажем, Индия все же демократическая страна, Бразилия демократическая страна, да, Южноафриканская республика демократическая страна. То есть там происходят выборы, меняется власть, там есть суд, да, то есть все атрибуты демократии. Но, тем не менее, эти страны, они находятся, как бы, вот не в том сообществе. А вот дай мне тогда, Игорь, тебе задать такой вопрос. Возможно ли, что Соединенные Штаты могут, используя наш сильный, ну, как бы все еще значимый в мире доллар, чтобы повлиять на страны, как, например, с президентом Бразилии Лулой, которому предложили 500 миллионов долларов за то, что мы Соединенные Штаты дадим ему на поддержку тропического леса для спасения его экологии. И он после этого намного более смягчил свою позицию по поводу Украины и Крыма и всего на свете. Возможно, нам нужно просто вкладывать, как бы, в другие страны таким образом, и, может быть, нам нужно вложить в Южноафриканскую республику и их как-то там доказать им, что мы... Я как-то не знаю, почему я так ушел в Южноафриканскую республику, как пример, наверное, того, что есть какие-то другие страны, которые не Китай, не Индия, и не Великобритания, и не Франция, а вот о ком-то мы мало говорим, но, может быть, они выражают какой-то тренд. Ну, вот, как их называют, страны глобального юга. То есть, они там все на юге, да, и они... И вот это самые большие страны, действительно, все они с развитой экономикой, которые являются самыми видными представителями этого глобального юга. Но я думаю, что да, ты прав, что нам, безусловно, стоит предлагать какие-то положительные проекты, проекты развития, то есть, вкладывать деньги в то, что может помочь сделать жизнь людей лучше. И тем самым как-то стараться симпатии людей привлечь к себе и симпатии лидеров этих стран привлечь к себе. Хотя, ну, вот такой традиционный еще со времен, скажем, ну, не знаю, наверное, где-нибудь там 50-х, 60-х, 70-х годов, вот такой вот антиамериканизм, связанный с тем, что, как бы, вот, ну... Не знаю, было... Ну, вот такой... Мне понимаешь, я думаю, что это даже трудно описать в каких-то таких рациональных выражениях. Антиамериканизм, связанный, как бы, с тем, что какие-то страны считали... Ну, страны именно в лице людей, населяющих эти страны, что Соединенные Штаты, вот такая нехорошая империалистическая страна, стремящаяся подчинить там что-то себе, а Советский Союз, вот он такой весь белый и пушистый, и поддерживает борьбу народов против-против американского империализма. Ну, это, как бы, почти что нормально, потому что это способ для местного диктатора сказать, что вот козел отпущения, это Америка, ужасная Америка, которая нам гадит во всех, там, Обама в подъездах и так далее. Но это же, ну, хорошо, это будет присутствовать, но все равно нужно как-то, возможно, вкладывать в них, чтобы это... Нет, безусловно, нужно, безусловно, это нужно, потому что иначе будут вкладывать Китай, который там, это целый один пояс, один путь программы будет развивать и давать деньги на то, чтобы чего-то строить, действительно, какие-то проекты инфраструктурные там большое делать, в обмен на политическую лояльность, там, и в обмен на экономические преференции для себя. Вот, но если вы... Потому что такое ощущение, что у нас теперь ответ Китая, это как бы показать, что у нас дубинка еще больше, еще мощнее, то есть опять гонка вооружений, а в то время как Китай так успешно показал себя именно экономической империей и экспансией. Да, конечно, но, понимаешь, антиамериканизм такой, он ведь не только с юга, вот здесь сходил и исходит. Но если мы... Во Франции тоже довольно популярный такой был тренд, антиамериканский. Генерал Дегольф Францию, ну, де-факто, вывел из НАТО. А понимаешь, это интересно, что Советский Союз и Россия, они не предлагают решения, они предлагают помощь в борьбе. Это как-то так рано в них, как бы, решений-то нет. Да, но Китай предлагает разные решения. Дело в том, что Россия ничего не может предложить, безусловно. А Китай может предложить много чего. Действительно, может предложить деньги, и может участвовать в строительстве всяких даже полезных вещей, но в обмен на полную лояльность себе. А, значит, в современной ситуации на лояльность России. То есть, вот такой вон БРИКС, да, блок этих стран. Правда, при этом Индия, Индия участвует и вот в квартете вместе с Соединенными Штатами Австралии и Японии. Даже будет их встреча, она в Австралии будет проходить в следующем месяце на большом уровне. То есть, Индия, как бы, вот она и там, и там. Вот. Это нужно использовать. То есть, нужно укреплять связи с Индией. Нужно разговаривать с индейским премьер-министром. Вот недавно, кстати, первый заместитель министра иностранных дел в Украине Джапарова, она была в Индии, разговаривала с индейским руководством. Это очень правильно, потому что, ну, нужно с ними говорить. Потому что в Индии, ну, понятно, это такой рессентимент, еще постколониальный, как бы антизападный. Вот, но, тем не менее, нужно разговаривать с индейским правительством. Нужно, и нужно, да, нужно, ты абсолютно прав, нужно какие-то положительные вещи предлагать, вкладывать деньги в какое-то развитие так, чтобы люди видели, что на самом деле дружить с Америкой – это хорошо, а не плохо, что это может помочь чему-то хорошему в ее жизни. – Хорошо, тогда я думаю, это просто вот, ну, нужно… Дамы и господа, давайте отметим важный момент того, что мы только что провели небольшую дискуссию на тему того, как Америка может использовать свою экономическую силу, чтобы помочь противостоять диктатурам и не только вооружаться, потому что мы все время смотрим на Украину, а, естественно, в войне экономические вложения не играют той роли, которую играют военные. Но, тем не менее, в апреле мы увидели большую новость слива бумаг Пентагона. Такое ощущение, ну, не ощущение, как мы, в общем-то, поняли, нам довольно четко, достаточно однозначно сказали, что был 21-летний служащий национальной гвардии Джек Тешейра, который, оказывается, придерживался довольно радикальных взглядов, и он стал сливать информацию друзьям, с которыми он играл в видеоигры, чтобы показать, какой он там достаточно крутой, как он все понимает, и какой доступ у него есть, какой информацией, как он, в общем, похвастался. После этого эта информация стала всплывать по всему миру. А, естественно, видно, что когда она прошла через российские руки, потому что цифры были подправлены. Что, естественно, дало возможность списать всю эту информацию, как, возможно, неправдивую. Но это похоже достаточно на информацию, которую мы, видимо, наше разведное сообщество поставляет нашим верховным военным и политическим руководителям для принятия теми решений. Или принятия, скажем, рекомендаций и так далее. Поэтому это достаточно важная, открытая информация. Много чего всплыло. Например, вот я уже скажу, что просто поразило, мне кажется, публику, когда я рассказал им, это то, что в Сирии, оказывается, планировалась атака. Украина хотела атаковать вагнеровцев в Сирии. И как бы тогда бы это потребовало от России перетянуть каких-то вагнеровцев из Украины в Сирию. И так далее. И там какая-то была разработка про разные военные группировки в Сирии. Кто им там может помочь? Но в какой-то момент этот план был прекращен. Как бы это такой маленький эпизод. Но там, естественно, было много-много-много всего. Игорь, твое мнение по поводу слива. Насколько это важно сейчас? Как бы мы опять отступаем на шаг назад? Что мы видим? Я думаю, что то, что был слив, это очень плохо. Это говорит об огромном, я бы сказал, что это не прокол, это дыра в системе нашей безопасности. Это говорит о том, что критерии, на основании которых предоставляется допуск к секретным документам, никуда не гонятся. Потому что вот эти истории, когда допуск предоставляют таким, как Тейшейра, с крайне правыми взглядами молодой человек, или таким, как Сноуден, с крайне левыми взглядами еще один молодой человек. То есть люди неуравновешенные. Люди, у которых явно не нет просто вообще понимания, что такое секретные документы. Что, как бы, документы вот секретные, от их политических взглядов это не должно никак зависеть. Что их нельзя никому передавать, нельзя их никуда скачивать, нельзя их никому показывать. То есть просто нужно пересматривать всю эту систему. Кто может иметь допуск к документам, на основании чего он предоставляется. Потому что иначе это будет повторяться еще и еще и еще. То есть, как бы, с моей точки зрения, даже менее важно насколько эти документы, которые там публикуются сейчас в газетах, уже, по-моему, нет такой газеты, которая бы часть этих документов не опубликовала. Вот, менее важно, насколько это аутентично, эта информация, а не там, скажем, она подделана той же Россией. Ну, это просто сам факт, что если можно совершенно секретные документы взять, переписать серверы, распространить по всему миру, но это создает потенциально огромную угрозу безопасности. И, конечно, надо с этим что-то делать. То есть меня больше всего этот факт удручает, что такой очень легкий доступ к совершенно секретным документам получает человек, который по определению не должен был его иметь. Скажи мне тогда, пожалуйста, о профессор компьютерных наук. Возможно ли здесь какое-то компьютерное решение? Потому что, как бы, может быть, людям как-то, не знаю, люди не так совершенны, как компьютеры, или компьютеры можно взломать, или нет совершенных систем. Но какую роль здесь играет технология? Играют, безусловно. То, что, например, Тейшера переписал документы, ну, ладно, допустим, что переписать с компьютера, если ты там знаешь, как это делать, можно все, что угодно. Но меня удивило, почему документы хранятся в совершенно открытом виде, а не в зашифрованном. То есть если бы они были зашифрованы, он бы просто не мог их прочитать. То есть он бы переписал некую бракодабру. И у него просто интереса бы не было тогда к тому, чтобы их переписывать. То есть то, что он их переписал и прочитал, и решил, что а, вот я этим там поделюсь с друзьями, сейчас покажу, какой я крутой, и говорит о том, что они хранились в совершенно открытом виде. То есть факт, что... То есть одно дело, что он смог до них добраться, а другое дело, то, что он смог их прочитать. Ну да, то есть от того, что они хранились на закрытом сервере, это не гарантирует их сохранность. Ну вот если есть человек, который на этом сервере работает, там техникам, и имеет к серверу доступ, взял, переписал и украл, и распространил. То есть если бы они были зашифрованы, то этого бы не произошло. И главное, что это сделать, то это очень просто. Мы покупаем через интернет онлайн, каждый день буквально что-то. Да, там заходим на свои банковские счета. И когда мы там это делаем с компьютера, с телефона, с планшета, все это шифруется. Вся наша переписка с банком, с магазином, когда мы даем номер кредитной карточки. Точно так же есть замечательные методы шифрования. Точно так же можно просто зашифровать все секретные документы. И расшифровывать их сможет только тот, кому положено их читать. А тот, кому положено просто следить, чтобы они на сервере лежали и никуда не уходили, значит, он их читать не сможет. И мы совершенно не нужно их читать, потому что если документы предназначаются для председателя комитета начальников штабов или министра обороны, значит, только они должны иметь возможность их прочитать. Технически это очень несложно сделать. Это тоже, эта сторона меня удивляет, почему это не было сделано. При том, что уже были утечки, была история со Сноуденом, была история с Челси Мейнингом. То есть это все повторяется из раза в раз и не предпринимаются меры. Вот это меня удручает, честно говоря, потому что это плохо. Это плохо, нужно срочно менять эту систему. Мне хочется надеяться, что это может быть одна из очень немногих тем, по поводу которой в Конгрессе обе партии смогут договориться и закон принять какой-то специально о циркуляции секретных документов и о том, как к ним допуск предоставляется. Чтобы читали секретные документы только те, кому положено. И допуск вообще к ним получали только те, кому действительно положено и кому можно этот допуск давать. Но вроде бы возраст Джек Тешеры, даже министр обороны Остин сказал, что это не проблема. У нас, говорит, много молодых людей, которые служат в стране и имеют такой доступ. И, видимо, менять возрастную, поднимать возрастную планку министр обороны не считает адекватным, нужным, правильным решением. Ну, возраст, с моей точки зрения, сам по себе возраст не критерий. Понимаешь, это же нужно оценивать все вещи по каким-то реальным критериям, по которым их можно оценивать. Потому что, если я, например, если я буду думать, брать ли мне зонтик, когда я выхожу из дома, на основании того, там, я не знаю, чувствую ли я внутри себя, что будет дождь или что не будет дождя, ну, значит, я в половине случаях, когда будет дождь, я зонтик, наверное, не возьму. То есть, это неправильные совершенно критерии. И возраст, ну, а что возраст дает? Может человек 21 год быть очень умным, разумным и все понимать, а может человек в 50-60 лет не понимать, что он делает. Поэтому возраст – это действительно не критерий. Критериям должны быть какие-то разработанные вопросы, какой-то тест должен быть на психологическую просто устойчивость, на понимание человеком того, того, что если он получает допуск с секретным документом, то он несет ответственность, очень серьезную ответственность. Считаешь ли ты здесь, что есть какая-то угроза в этом для Украины или что это говорит об отношениях между США и Украиной, потому что вроде бы определенной информации нам даже как бы не дают? Ну, безусловно, это усложняет отношения Соединенных Штатов и с Украиной, и с другими странами-союзниками, потому что обнаруживается, что американская разведка следит, допустим, за руководством других стран, за руководством Украины, за руководством стран НАТО, и там Южной Кореи, Израиля. Ну, так это как бы само по себе ничего, может быть, и не происходит из-за этого, потому что, ну, хорошо, в любом государстве все могут предполагать, что американская разведка может интересоваться всем, чем угодно. Но, понимаешь, какой-то такой неприятный осадок остается, когда этих неприятных осадков много, вот, со многими странами, это создает такой нехороший фон, который затрудняет отношения. Возможно ли, что это приводит к этому антиамериканизму? Ну, мне кажется, что у антиамериканизма такого, который в мире существует, у него такие более глубокие корни, но это такие факты в том числе, ну, да, что вот Америка такая-сякая, вот она за всеми следит, вот, нехорошая. Но это же, например, наверняка таким человеком, как Сноуден, двигало. Этот Шейрон, он хотел самоутвердить себя там в кругу своих друзей. Сноуден же, вот, идейный был человек, который воровал секретные документы, потому что у него ложная идея была в голове. Или как та же Челси Менинг, то же самое. Но это просто говорит о том, что критерии, по которым им допуск к секретным документам давали, они никуда не годятся, потому что, значит, что они допуск получали, они не должны были получить. И дело, конечно, не в возрасте как таковом, а дело просто в психологической готовности человека понять, что если он получает допуск к секретным документам, значит, он должен себя определенным образом вести и нести ответственность за то, чтобы эти документы были в сохранности, отвечать за это, а не, понимаешь, как-то это надо. Но я думаю, что это могут психологи соответствующие тесты разработать. То есть не то у этих людей спрашивают, совершенно не то, не о том их спрашивают, когда решают, предоставят ли им допуск. О чем-то, я не знаю, о чем, но спрашивают о чем-то не о том, а о чем-то таком, что не имеет реального отношения к тому, можно ли им доверить секретные документы. То есть у них инструмент, который измеряет что-то не то, что нужно знать, потому что у них такие большие проколы. Да, конечно, потому что не те критерии используются. Это, в общем, такая, знаешь, классическая задача. Ты думаешь, это будет пересмотрено? Это сейчас будет пересматриваться? Я очень надеюсь, потому что такая классическая задача исследования операций. Вот поставить правильную цель и найти правильное средство ее достижения. Если у нас цель обеспечить сохранность секретных документов, то, значит, должно быть решены две проблемы. Проблема номер один. Сохранять их, во-первых, в таком виде, чтобы их могли прочитать только те, кому положено, то есть шифровать. А проблема номер два, что вообще допуск к документам должен предоставляться людям, ответственным людям, которые понимают, с чем они работают. И, соответственно, как выбрать таких людей? Ну, я думаю, что это должны какие-то такие хорошие психологи решать, о чем таких людей нужно спрашивать, чтобы понять. Ну, вот нас зритель пишет, говорит, с возрастом связано желание самоутвердиться. Значит, прямая связь, пишет нам Камиль. Возможно ли, что просто вот такие... То есть ты, ну, как бы, Камиль, извините, вы не правы. Можно быть, иметь желание самоутвердиться и быть намного старше, чем 21? Да, можно. Поэтому возраст сам по себе не может являться критерием, на основании которого... Извините, да. Не такой эйджизм. Так же, как Байден, так же, как Байден может избираться в 80 лет. Да, но а кому-то, а кому-то что, если сказать, что всем старше 50 можно предоставлять автоматический допуск к секретным документам. Ну, то Трампа был допуск к секретным документам. Он его получил явно, как сказал, явно был старше. Ну, и что? Он бы он взял, украл, украл документы из Белого дома, увез к себе домой, покидая Белый дом. Ну, вот показатель, что возраст сам по себе не является критерием ответственности. Да, но молодые люди, наверное, могут быть больше склонны к безответственным поступкам. Это не значит, что все молодые люди склонны к таким поступкам. Но люди, которые не молодые, тоже могут быть склонны к безответственным поступкам. Поэтому нужно выявлять тех людей, которые ответственных людей. А человек может быть ответственным и в 21 год, может быть ответственным и в 50 лет, и может быть безответственным и в 21, и в 50. Поэтому сам по себе возраст не должен быть критерием, на основании которого... Но с другой стороны, я скажу, что в Соединенных Штатах, насколько я знаю, нужно быть 25 лет, чтобы получить право арендовать машину. Если вы хотите, чтобы вам ее арендовали, то нужно быть как миллион 25-летним. Потому что, знаете, пиво, оружие, это, знаете, это государственные дела. А вот когда дело доходит до денег, мы вам не доверяем, пока он 25 лет не исполнился, чтобы вы можете быть ответственными за машину. Так что интересный такой момент. Ну, хорошо, Игорь, это замечательная дискуссия. Да, прошу. Да, ну, потому что просто машину, понятно, не могут же, когда ты берешь на прокат машину, ты же не будешь там сдавать какой-то тест. Для того, чтобы решили, можно тебе дать машину или нет. Ну, поэтому они решили, что для них оптимальнее, что люди там старше 25, они будут более ответственными, менее склонны к безответственным поступкам, безответственно ездя на машине, потому что они сделают аварии. Но с секретными документами, безусловно, людей нужно проверять. Неважно, человеку 21 год или 50 лет. Нужно проверять, потому что только ответственных людей можно к ним допускать. Хорошо. Друзья, я напомню вам, если вы отлучились, меня зовут Юрий Рашкин, со мной сегодня Игорь Айзенберг, и мы обсуждаем, что случилось в апреле 23-го года. Жмите лайк и подписывайтесь на этот канал. Во всех платформах, где вы есть, мы там тоже есть, подписывайтесь. Спасибо. Игорь, мне кажется, важная тема, которую нельзя забывать, это заложники, которых держит сейчас Россия. И она взяла, мне кажется, в апреле это было, да, в апреле, Эвана Гершковича, журналиста Wall Street Journal. Он, значит, оказался теперь еще одним вместе с Полом Уиланом. И тут много вопросов напрашивается, включая того, на кого они хотели бы планировать его поменять. На Такера Карлсона или повыше метит. Но как ты думаешь, какая здесь логика и что нужно делать? Ну, логика Путина понятна. Он берет американцев в заложники, просто потому, что ему нужен какой-то рычаг для торговли. То есть, он чего-то хочет от Соединенных Штатов, или хочет, чтобы Соединенные Штаты что-то не делали, а иначе, значит, он там засадит этого, вот, Эвана Гершковича там на 25 лет или к пожизненному заключению приговорит. То есть, его логика понятна, но наша логика, вот что нам делать? Я бы сказал, что американцам всем в первую очередь нужно не ездить в Россию, в том числе и журналистам. Ну, вот я буквально на днях видел нашего журналиста из CNN Мэттью Чэнс, который был в Москве. И я почти что вам благодарен, он как бы вообще из Берлина нам передает новости, но это опасно. Это опасно, потому что любого американца в России просто могут взять в заложники. Просто потому, что он американец, и это может дать Путину возможность какую-то осуществлять торговлю, чего-то требовать от Америки, или добиваться, чтобы Америка... То есть, как бы отношения перешли с такой, как бы, с той грани, когда иностранцы, они очень, и особенно американцы, они такие важные, ценные, нужно как бы себя даже вести получше. Там демонстрантов не били, когда мимо проходили иностранные туристы. А сейчас мы дошли до такой стадии, когда в этом процветающем государстве иностранцев, и особенно американцев, можно схватить как заложников, как, ну, как failed state. Как бы они ему... Мы уже имеем больше ценность для выкупа, чем чтобы произвести хорошее впечатление. Интересно. Ну, страна террорист. И, в частности, я, например, уверен, что... Почему, например, мы не признаем Россию страной спонсором терроризма? Вот именно в частности и поэтому, потому что Россия скажет, а мы не будем больше с вами вести никаких разговоров об освобождении ваших людей, раз вот вы нас называете страной спонсором терроризма. Да и многое другое Путин там может решить, что он может использовать этих людей как заложников и требовать чего-то, чтобы, допустим, мы чего-то не делали, чтобы, наоборот, мы что-то сделали, то, что ему бы хотелось. И просто сколько бы, сколько бы вот... А когда огромных потом усилий стоит их освободить, вот Вилона не могут уже сколько лет освободить. И поэтому я еще раз говорю, лучшее, что могут сделать вообще в американских гражданах, просто в Россию не ездить. Ни при каких обстоятельствах, ни за что просто туда, туда не ездить для того, чтобы не становиться объектами захвата, которые не становятся заложниками, просто террористическое государство захватывает людей в качестве заложников. Ну что ж, тогда давай посмотрим на НАТО. Оно расширяется, Финляндия вступила, Швеция вроде вступает. Говорят, что Турция поддержит это, особенно после того, как в Турции пройдут турецкие выборы 14 мая. И после этого они будут еще... им будет еще легче поддержать вступление Швеции в НАТО. И тогда вопрос будет только в Украине, которую Йенс Толтенберг уже как бы зазывает, как бы вступайте в нашу лигу. Вообще как-то все это почти, что я бы сказал, странно. Это прекрасно, но это... я как бы не думал, что доживу. Это до такого вообще момента, когда НАТО уже призывает Украину, так сказать, вступить. Ну, понимаешь, Украина же подала заявку на вступление в НАТО в сентябре прошлого года. Вот. Поэтому с моей точки зрения тут очень все просто. Потому что НАТО, как мне кажется, в лице в первую очередь Соединенных Штатов и Великобритании, Франции, Германии, должно выработать очень четкую программу, как Украина станет членом НАТО. И просто вот эту программу, буквально пошаговую программу, неважно, там, называть ее план действия, не называть ее план действия, предложить Украине в Вильнюсе на саммите НАТО в июле вместе с гарантиями безопасности Украины до того, как она станет членом НАТО. Потому что это является единственной возможностью того, чтобы оградить, по крайней мере, ту часть Украины, которая будет контролироваться на тот момент правительством Украины. Или, во всяком случае, ту часть Украины, на которую, скажем, Россия не распространяет свои претензии, вот распространить на нее гарантии безопасности. Это позволит оградить Европу вообще от большой войны. И только вступление Украины в НАТО в качестве полноправного члена может гарантировать, что в Европе больше не будет больших войн, потому что просто так... Если, конечно, Россия не решит, что она может развязать ядерную войну. Но если мы исключаем этот вариант, то есть если мы исключаем, что Россия может в какой-то момент решить, что она готова развязать ядерную войну с нами вообще, с цивилизованным миром, если мы этот вариант исключаем, то вступление Украины в НАТО, оно просто обезопасит Европу от войн, потому что Россия тогда не сможет больше нападать на Украину, на нее закроется любая возможность также нападать на Молдову. И в Европе просто больше не будет войн. Несмотря на то, что Россия де-факто оккупирует Беларусь, но она никуда не сможет двинуться дальше. Это закроет просто возможность для расширения российской агрессии. Если Украина не станет членом НАТО, то эта война может продолжаться бесконечно. Но понимаешь, то, что ты говоришь, это твой взгляд, который я знаю, который ты артикулируешь, как говорится, пишешь об этом, я это читаю, это я как бы согласен в том смысле, что это то, что должно произойти. Но меня поражает то, что вроде бы НАТО как бы, ну, не то чтобы прислушивается, но оно, видимо, согласно с твоей логикой, в принципе, потому что это достаточно, мне кажется, революционная логика, революционный взгляд на то, как Восточная Европа вступает в НАТО и Украина в НАТО, ведь два года назад это было немыслимо. Как бы говорили, что так Путин нервничает, ведь Украина никогда не собирается, ну, лет 10 в НАТО ей не быть. А теперь мы шагаем такими семимильными шагами. Но тем не менее, мне кажется, что должны остановиться военные действия, чтобы Украина могла говорить серьезно о том, чтобы функционально на бумаге вступить в НАТО. Тебе не кажется? Ну, конечно, я потом и говорю, что Украину точно не примут в НАТО на вильнюсском саммите. Но какая-то должна быть программа, какая-то очень четкая программа, которая будет говорить о том, что тогда-то произойдет то-то, тогда-то вот то-то, тогда-то вот Украина может уже подписать документы о вступлении в альянс, вот, но военные действия, смотри, чтобы остановить военные действия любые, перестать стрелять, как бы должна побежденная сторона. Если мы ожидаем, что Украина будет победителем в этой войне, значит, военные действия прекратятся тогда, когда Россия прекратит военные действия. Вторая мировая война закончилась тогда, когда Германия прекратила военные действия, когда Япония прекратила военные действия. Но эта война может закончиться только, когда Россия прекратит военные действия. Во всяком случае, остановиться она может, потому что иначе она не закончится. Россию может... Ну, я думаю, что России сегодня хотелось бы остановить военные действия, заморозить существующие ситуации для того, чтобы прийти в себя, накопить больше ракет, произвести еще сколько-то танков, а потом возобновить военные действия, лучше подготовившись, чем она была готова в феврале прошлого года. С этим, кстати, я думаю, связан звонок Си Цзиньпина Зелинскому сегодня, что Китай. К чему может Китай призывать Украину? Ну, к тому, чтобы заморозить все как есть, не проводить никакого наступления, все заморозить и там при китайском посредничестве вести переговоры с Россией. Ну, мне трудно себе представить, что Си Цзиньпин предлагал что-либо другое. Вот. Но, тем не менее, понимаешь, если на Вильнюсском саммите вот не будет принято четкое решение, что Украина тогда-то, вот тогда-то и тогда-то станет членом НАТО, и что на пути к этому вот тогда-то должно происходить там четко уверяемое событие. Первое, второе, третье, пятое, и все должно было происходить в четко определенное время, то тогда это будет означать, с моей точки зрения, очень большое стратегическое поражение НАТО. Но, понимаешь, если, как тебе сказать, мой опыт говорит мне, что когда делаются условия, они могут сделаться потому, что мы хотим, чтобы вы их сделали, мы тогда мы вас принимаем. Там, как бы, так сказать, нужно галочки поставить тут, 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 и тогда мы вас приняли. Или это делается для того, чтобы отсеять людей, которых вы не хотите иметь как, так сказать, связи с ними. И тогда вот эта дорога в НАТО может стать такой, как бы, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И мне кажется, что заявления Столтенберга в этой ситуации говорят о том, что НАТО хочет, чтобы Украина вступила. Поэтому такая карта, мне кажется, сейчас выглядит как, ну, не то чтобы формальностью, но вполне чем-то достижимым. Тебе так не кажется? Но это будет зависеть от того, что Украине предложат на саммите НАТО в Вильнюсе. Потому что если по итогам вильнюсского саммита будет сказано, что Украина когда-нибудь, или не когда, а просто Украина вступит в НАТО. Что это вот, как говорилось в 2008 году, на Букаретском саммите Украина вступит в НАТО. Вот мы повторяем, что Украина вступит в НАТО. Тогда, когда будет готова. Что если все ограничится этим, это будет очень большое стратегическое поражение НАТО. И это будет говорить о том, что будет продолжаться война, причем как она будет продолжаться, никто не знает. Любая война, она непредсказуема. Это будет плохо со всех точек зрения, потому что это на самом деле будет таким стратегическим поражением Запада. Но если сказать, что Украина должна, мы говорим в Вильнюсе, что Украина вступит в НАТО к 26-му году, то это что означает, например, что Путина нужно продолжать сражаться до 27-го года. Как это показать, что НАТО настроено серьезно? Вот так прямо и показать. Вот ровно как ты говоришь, очень конкретно показать, что в такой-то момент Украина вступит в НАТО. Потому что если все время глядываться на Путина, вот как ты заметил, что два года назад невозможно было себе представить, что Украина вступит в НАТО. Ну да, потому что понятна была позиция подавляющего большинства, если не всех стран-членов НАТО. Ну, что мы не будем Украину принимать в НАТО, тогда Путин, он не будет воевать против Украины. Мы же Украину в НАТО не принимаем, а Путин хочет воевать против Украины, потому что она хочет в НАТО. Но мы ее не будем принимать, и он не будет воевать. Но Путин показал, что это не является для него преградой для того, чтобы вести агрессивную войну против Украины. То есть это уже не работает. И если еще раз повторять то же самое, это будет уже... Это будет... Сумасшествие. Да, потому что это просто будет говорить о том, что, во-первых, в Европе будет продолжаться война, которая... Опять же, всякая война непредсказуема. Мы не знаем, куда она может там дальше двинуться. Мы можем досчитать, и страны НАТО могут считать, что те, кто в НАТО, они вот благодаря этому защищены ядерным счетом. Американским в первую очередь, там, британским, французским, и поэтому там Путин ни на кого не нападет, на тех, кто в НАТО. Но дело в том, что помимо чисто военной составляющей, есть же экономическая составляющая. Но это интересно, потому что если тогда выставить Путину дату и сказать, ты убирайся отсюда, потому что к 1 января 1926 года Украина будет теперь в НАТО. Есть война, нет войны. Если есть война, то мы вступаем в войну. Вот у тебя есть до 1 января 1926 года. Разбирайся, убирайся. Это такой интересный, может быть, шаг, но это говорит о том, что Европа уже дошла до полной точки. И вроде бы центральноевропейские страны, только что написали там лидеры Словакии, Чехии и Хорватии, что ли, написали письмо Foreign Affairs о том, что после Украины мы следующие. Ну да, Словакия, Чехия и Польша. И Польша, спасибо, да, Польша, конечно. Что нужно бороться с Россией, что это, в общем, большая угроза. Ну да, совершенно правильно они написали даже. И неважно, будут ли они действительно следующими. Возможно, что нет. Возможно, что Путин никогда не решится напасть на страну НАТО, потому что это чревато ядерной войной. Но дело в том, что война как таковая, помимо того, что это беда страшная, она уносит жизни в данную ситуацию, уносит жизни украинцев, разбивает людям жизнь. Тысячам, десяткам тысяч людей, миллионам, миллионы людей из Украины вынуждены были уехать. Сколько семей вот разделены, сколько женщин с детьми из Украины уехали, мужья находятся в Украине, не видят своих детей. Это же трагедия все, но еще и для всего мира огромная экономическая проблема создается, потому что инфляция высокая, потому что и она там, допустим, ее темпы снижаются, но она все равно есть, все равно все люди это везде чувствуют. И это, кстати, бумерангом будет бить по правительствам стран НАТО, если они не примут решения, которые приведут к тому, что в Европе не будет большой войны, значит, если в Европе все время будет большая война, тогда страны НАТО должны либо будут, должны будут на каком-то этапе смириться с тем, что они не поднимают руки вверх и отдают все бывшие советские республики в распоряжение Путина, чтобы он делал с ними все, что хотел, либо они, либо действия для стран НАТО. Вот сам принцип дорог и важен, принцип того, что они защищают свободу, в данном случае свободу Украины, то тогда Украина должна получить соответствующую защиту. То есть я прекрасно понимаю, что мы могут годы уйти на то, чтобы Украина вступила реально в НАТО, но Украина должна получить гарантию безопасности на период до вступления в НАТО, которая бы защитили, во всяком случае, ту часть ее территории, которая будет находиться на момент предоставления гарантии под контролем правительства Украины, под контролем вооруженных сил Украины. Ты хочешь сделать какие-нибудь предсказания по поводу того, как пойдет наступление Украины? Нет, ты знаешь, нет, потому что, во-первых, не люблю предсказывать будущее, если только не уверен совершенно, что что-то произойдет. Но, во-вторых, все же я не военный эксперт, и мне трудно судить о таких вещах, в которых я не являюсь экспертом. Я очень надеюсь, что наступление хорошо готовится из того, что мы знаем, мы понимаем, что от 9 до 12 бригад специально готовятся к нему, 9 бригад готовились к нему, и последние, по-моему, заканчивают подготовку на западных военных базах. То есть очень хотелось бы надеяться, что оно будет успешно. Насколько важно, насколько зависит поддержка Украины в Соединенных Штатах от того, как пройдет наступление? Я думаю, что зависит сильно, потому что для того, чтобы была поддержка, особенно в нынешней Палате представителей, нужно, чтобы поддержка шла снизу. Но и самих законодателей тоже, но их нужно подстегивать. Но и нужно, чтобы поддержка шла снизу. И успешное наступление Украины, освобождение новых территорий, оно, безусловно, будет в свое время, если это будет происходить, будет в центре внимания американских новостей, может быть, ни о чем другом вообще не будут говорить по телевидению. И это будет способствовать тому, что люди будут просто требовать от своих законодателей выделять деньги на дальнейшую помощь Украине. Но и сами законодатели, они будут понимать, что не зря мы деньги выделяем, это дает результат. Значит, будем выделять еще. И это будет способствовать тому, что администрация Байдена будет иметь большую свободу действий. И я думаю, что это будет способствовать увеличению помощи. Ну что ж, посмотрим на то, что у нас происходит с выборами. У нас президентская гонка, 24-й год, хотя уже некоторые кандидаты смотрят на 28-й и даже дальше, возможно. Но тем не менее, давай посмотрим на то, что у нас происходит с Дональдом Трампом и с Джо Байденом. Почему-то мне хочется к этому дуэту добавить имя Такера Карлсона, видимо, потому что это страшный кошмар Дональда Трампа, что Такер Карлсон решит теперь свободно избираться в президенты. Он, видимо, говорят, подумывал о том, чтобы избираться в президенты в 28-м году, после Трампа. Но, возможно, ситуация такая, что у него расписание как бы освободилось, время в календаре. И теперь Трамп такие хорошие вещи говорит про Такера Карлсона. Видимо, надеется, что тот не будет против него избираться. Почему бы и нет? Соединенные Штаты могли и Трампа избрать, могут избрать и Такера Карлсона. Могут. Смотри, все возможно, ничего невозможного нет в этом плане. Особенно учитывая нашу избираторную систему. Я вчера не написал, читал сегодня эти новости. Я даже послушал специально сегодня полностью. Я так и подумал, что мы так и будем висеть на волоске, так же, как висели в 20-м году. Так же будем и в 24-м году. Потому что все зависит. В стране, в которой где-то 210-215 миллионов избирателей, все зависит всего лишь от весьма небольшого количества избирателей. Примерно 250-270 тысяч в нескольких штатах, которых побеждают то одни, то другие. И это действительно такой очень тонкий лед, по которому можно пройти, а можно провалиться. Как вот в 16-м году провалились, провалились. В 20-м прошли. А в 24-м, ну вот, я надеюсь, что если не будет экономических катаклизмов никаких по сравнению с тем, что есть сейчас, то пройдем. Вот, но возможно все, потому что ведь исход выборов, ну, как минимум в 43-х штатах можно предсказать хоть сейчас, с вероятностью почти-почти в абсолютной. Ну, можно же и в Огайо, он очень покраснел штат. От стыда. Ну, да, можно его записать в Красные Штаты, потому что Трамп в 20-м году с большим очень перевесом там выиграл. Ну, хорошо, значит, в шести штатах. И вот очень же четко можно посмотреть. Вот твой штат, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания. Мне кажется, понимаешь, ситуация на самом деле еще проще, потому что, не знаю, надо вот посмотреть, найти какую-то на 538 или где-то цифры, которые говорят о том, какой результат, если демократы где-либо проиграли на последних из этих семи штатов, когда на местных выборах по вопросу о правах женщин. Потому что, когда мы вот этой кувалдой использовали против оппозиции на наших последних выборах Верховный суд, то женщина, которая была в Верховный суд, которая за права женщин разгромила своего оппонента. И я думаю, что вот тут, возможно, и есть реальный ключ к тому, что мы увидим на выборах. И если вот так на это смотреть, то, возможно, Висконсин даже не такой уж сиреневый штат, а более посиневший из-за прав женщин. Возможно, как и возможно то же самое в Аризоне, в Джорджии. Но вот в 2016 году Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Аризона, Джорджия, их выиграл Трамп. С небольшим очень преимуществом, совсем небольшим. А в 2020 году в этих штатах победил Байден. Ну, кроме Мичигана и, отчасти, Пенсильвания тоже с совсем небольшим преимуществом. Но нужно демократическим стратегам очень хорошо думать, как строить предвыборную кампанию, в том числе говорить о правах женщин. Говорить о том, что людей волнует реально. Вот так, чтобы людей привлечь, голосовать за Байдена. А то, что появляется, идет таким образом борьба против, во-первых, Верховного суда, что как-то странно. Ну, наверное, не в первый раз. Фрэнклин Деленор Рузовель, кажется, тоже там ввел кампанию против Верховного суда на своей второй, кажется, избирательной кампании, когда он потом попытался упаковать, как говорят, Верховный суд. Это не пошло и так далее. Так что, может быть, в этом что-то есть. Но тут еще другой момент, потому что республиканская партия регулярно берет позицию за позиции нашей политической и экономической повестки, которая ставит их в группу с меньшинством избирателей. Потому что, если это оружие, или если это права женщин, или если это Украина тоже, они это такое минное поле, где куда бы республиканец ни наступил, если там уже прошел Трамп, то после этого как будто начинается что-то непонятное, и они сами себя как бы в угол загоняют таким образом. С одной стороны, это так. Но с другой стороны, вспомню, что на ноябрьских выборах прошлого года, на выборах в Палату представителей большинство избирателей в целом по стране проголосовало за республиканцев. Все-таки небольшое, но большинство, что бывает редко. Но да, намного меньше людей участвовали в выборах, чем в президентских выборах участвуют. Но есть просто же, есть много людей, которые вообще не важны, кто кандидат, они будут голосовать за своего, кого они считают своим, и почему считают, даже они не смогут этого объяснить. Но есть вот люди, колеблющиеся в штатах, вообще люди, которые не интересуются политикой вообще никак, и вот голосование которых влияет, ну вот их ощущения их завтрашнего дня. На это может влиять реальное состояние экономики, то, как они видят состояние экономики, как это влияет на них. Это, безусловно, тема абортов и прав женщин. На это влияет, что показали выборы в Висконсине, в Верховный суд. Действительно, поскольку у республиканцев такой крестовый поход против абортов, то они теряют голоса женщин в первую очередь в этом своем крестовом походе. Но опять вот ситуация такая, что мы будем опять вот идти по тому же тонкому льду. Хотя я надеюсь, что у Трампа шансов меньше, чем было в 2020 году. Потому что, ну, больше людей о нем знают теперь больше. То есть те, кто все равно его обожают, боготворят и поклоняются ему, они будут продолжать это делать. Но все-таки это не большинство населения, не большинство избирателей. Те избиратели, которые думают прежде, чем голосовать, руководствуясь какими-то рациональными критериями, а не любовью к кандидату. Я очень надеюсь, что вот в этих свинг-штатах найдется достаточные избирателей, которые не будут голосовать за Трампа, будут голосовать за Байден. Как ты считаешь, насколько все его проблемы с законом станут проблемой, которая потопит Трампа? Или он будет, так сказать, я не знаю, брать на себя огонь и дальше идти? Он, конечно, будет идти дальше, то есть он будет идти до конца. Я не уверен, что до выборов даже хоть один суд над ним сможет состояться. Но он будет подавать бесконечное ходатайство, апелляции, требовать отложить. Один суд, ну, это очевидно, что будет больше, чем один. Но в Нью-Йорке вот уже суд будет, скорее всего, будет с Джорджио, из того, что прокурор Фанни Виллис написал о шерифах с просьбой подготовиться к охране порядка. В июле, в августе следует, что, ну, да, кто может нарушить порядок. И в связи с чем может нарушиться порядок, от того, что в суде предъявляют кому-то обвинение. То, да, но он будет подавать... Ну, может быть, это Линдзи Грэм, который позвонил и повлиял, а Линдзи Грэм такая фигура, что в Атлантии просто начнутся беспорядки, если его назовут, да. Да, ну, или Джулиани, да. Может, там же, скорее всего, будет их несколько человек, кстати говоря. То есть он будет, наверное, не один. Вот, но... И при этом все эти республиканцы, на которых Трамп так давил, ну, не все, а Раффенсбергер, он выиграл свои перевыборы. Так что есть какой-то тут шанс, где-то можно проскочить между этих струек. Хотя Лиз Чейни не смогла найти во всем штате Вайоминг достаточно разумных людей, которые бы проголосовали за нее. Тем не менее, вот определенные республиканцы продолжают и правду говорить, и после этого еще переизбираться. Так что интересный момент. Хорошо. Все-таки тогда давай посмотрим на Джо Байдена и его кампании. Он вот только что объявил сегодня, что он будет... Вчера объявил, что будет избираться, переизбираться в президенты. Ну, и уже сегодня, мне кажется, интересная тема о том, у него же вице-президент. А она может стать президентом. Кто это такая, что мы о ней знаем. И вообще, насколько его возраст, в конце концов, может затмить его экономические достижения, его военные достижения. То, что он сделал с Украиной, это невероятная поддержка Украины, которую никто бы этого не мог. Представь себе, такого президента я не мог бы, который бы так встал за Украину. Но ему вот столько лет, и вот это столько лет самое-самое главное. Хотя, опять же, вице-президент намного моложе. Как ты видишь динамику кампании, как она будет развиваться, как Байден будет доказывать избирателям то, что он заслуживает переизбрания? Ну, если люди вот бы посмотрели, жаль, что телевидение. Нехали MSNBC показывала вчера в прямом эфире, как он выступал на съезде профсоюзов в Вашингтоне. Я пытаюсь вспомнить, если он выбежал на сцену. Да, он выбежал, и он выступал с таким энтузиазмом. Я не уверен, что я бы целый час с таким энтузиазмом и энергией где-то бы публично выступал. То есть, он, наверное, стремился показать, что возраст для него не является помехой, что он вполне здоров, энергичен и так далее. Да, ну, понятно, что для многих людей это является психологической проблемой, что ему сейчас 80 лет, а вскоре после выборов в ноябре следующего года ему исполнится 82, и он и сейчас уже самый пожилой из президентов. Но, смотри, мы начали с обсуждения возраста по другому поводу. Но, с моей точки зрения, формальный возраст, он не может, особенно в 21 веке, когда люди живут дольше естественным образом. И все же медицина может лечить то, чего она лечить не могла. И люди, которые раньше могли быть совсем больными и физически из-за этого страдать, и, соответственно, не иметь сил, сейчас нормально себя чувствуют, могут быть активными, работать. То есть, я думаю, что с Байденом, как раз в 100 случаях, это формальный возраст вроде никакой не играет. Человек может быть 80 лет достаточно здоровым, может быть 50 лет по каким-то причинам быть больным и так далее. Но роль Камалы Харрис, конечно, она будет, я думаю, возрастать, особенно во время предвыборной кампании. Я думаю, что она будет выступать много, если не больше, чем сам Байден. Будет много ездить, много выступать. Но мне кажется, что для нее вот эта работа с Байденом, она должна была очень многому научить. Научить пониманию тех вещей, которых она, может быть, до этого не знала, хотя она образованный человек. Но, допустим, она вообще не занималась внешней политикой, пока не стала вице-президентом. А тут ей пришлось заниматься и много. Она ездит с визитами в разные страны. Она в Африке недавно совсем была. Ну и она еще, ей поручили заниматься этим треугольником в Латинской Америке. В Африку, кстати, я об этом не писал, но это на самом деле очень важная поездка, потому что это вот тот самый глобальный юг, который очень важен, с которым важно иметь хорошее отношение. Важно, чтобы этот глобальный юг понимал, что Америка на самом деле неплохая страна, что она может помочь в экономическом развитии, в том, чтобы делать жизнь лучше. Но для меня возраст Байдена, например, совершенно не помеха. Хорошо, а если не помеха, тогда и даже не Украина. Все остальное – это переизбрание. Понимаешь? Потому что мне кажется, что важно как бы сопоставить с одной стороны его достижения, а с другой стороны опасность, которая идет с другой стороны. Не просто говорить о том, как у нас любят в политике, когда они смотрите на наши позиции, да, они не замечательны, но вот те с другой стороны, ребята, они просто ужасные, поэтому голосуйте не за нас, а против них. Но Байдену есть на чем строить, как бы свою компанию, у него есть достижения. Да, есть. Просто их надо все-таки лучше показывать, лучше их людям преподносить, чтобы люди это понимали. Значит, я сегодня совершенно случайно наткнулся в Фейсбуке, там один украинский блогер пишет, вот как раз там о Байдене и Трампе, он поддерживает Байдена, что вот нам надо, чтобы Байден победил. Вот, но у Байдена вот проблема, что ему 80 лет, а другая проблема, что с экономикой не все хорошо. То есть вот смотри, украинский блогер, который, наверное, даже читает по-английски, то есть не, наверное, но точно читает по-английски, читает, значит, американские там сайты, новостные газеты, может быть, даже там смотрит CNN, пишет, что с экономикой у Байдена не все хорошо. То есть восприятие людьми того, что происходит с нашей экономикой, оно очень отличается от того, что с ней реально происходит. Что значит не очень хорошо? Что в стране самая низкая безработица больше, чем за 50 лет. Что за неполных три года президентства Байдена в стране создано рабочих мест больше, чем вообще в течение службы любого предшествующего президента. То есть то, что-то у нас нехорошо. Инфляция, ну вот есть она инфляция, на самом деле есть. Мы же в магазины ходим, чувствуем, что есть. Но как-то вот надо людям, людям лучше объяснять, что в экономике хорошо и что было сделано для того, чтобы было хорошо. Вот сколько рабочих мест создается благодаря тем законам, которые Байден пробил в течение первых двух лет, и благодаря инвестициям в инфраструктуру. И благодаря закону, который позволит возобновить массовое производство электронных микросхем. И в том числе благодаря тому, что намного увеличилось число заказов на производство боеприпасов оружия для всего военно-промышленного комплекса. И там рабочие места создаются в большом количестве. Я думаю, что определенный недостаток у Байдена и у всей администрации, то, что они не умеют как-то преподнести все это так, чтобы людям это было доступно. Понятно, что это все ведет к тому, что их жизнь становится лучше. А то, что в магазине яйца дороже, а там стоит молоко дороже, бензин дороже, надо чаще объяснять, почему это происходит. Из-за всей той же войны. Почему надо еще больше поддерживать Украину, для того, чтобы Украина победила, для того, чтобы, соответственно, война могла закончиться. Я просто читаю комментарии наших зрителей и просто пытаюсь даже понять, как бы охватить всю концепцию, которую предлагает нам Владимир Запоребрицкий. Байденюк, пишет Владимир, «прикинувшись дементом, еще и Китай загонит в НАТО». То есть как бы он с одной стороны, понимаешь, вот про него пишут уже, что у него там деменция, и критикуют его не за его экономическую политику, а не то, чтобы даже за старость, а за то, что все то, что может, так сказать, старость означать, как бы. И мне кажется, что люди делают сами себе большую как бы медвежью услугу, потому что они игнорируют человека, который, скорее всего, станет президентом, который президент сейчас, который может быть президентом еще четыре года, может повлиять на их жизнь очень серьезным образом, а они просто считают, что у него деменция, и что он сам ничего не понимает, что происходит. Ну, я думаю, что это часто просто распространяется Кремлем, но особенно, вполне возможно, в комментариях там под нашей трансляцией на Ютьюбе, поскольку, да, там, где что-то происходит на русском языке, там кремлевские тролли и боты, они работают тут же. Хотя там, где и на английском, зайди на сайт Белого дома, когда Байден где-то выступает, когда там какое-то событие, не на сайт, не, не на сайт Белого дома, на фейсбук-страницу Белого дома, посмотри, что там пишут в комментариях. Причем, комментарии появляются буквально со скоростью света, таких количеств, каких-то немыслимых. То есть, мне трудно себе представить, что даже, допустим, там, я не знаю, Беннон наш, допустим, или кто-то такой, как он, создал какую-то ботоферму, которая вот этим в Америке занимается. Я думаю, что этим занимается Кремль. Те же пригожинские головорезы теперь как бы... Да, да, да. Нет, ну, в этом, конечно, что-то есть, и я вообще выражаю свои сожаления в этом смысле, соболезнования, скажем, там, голосу Америки, таким официальным органам, которые, на которых просто, ну, точно набрасываются тролли в гигантских количествах, потому что это же, ну, вот официальная точка зрения практически, Соединенные Штаты вещают. Так что, там масса чего происходит. Ну, что ж, Игорь, мы обсудили, ну, наверное, все-таки пару слов про Такера Карлсона. Как ты считаешь, это поможет Байдену на выборах? Это изменит результат выборов? Это на что-то повлияет или нет? Ты имеешь в виду, если он станет кандидатом в президенты, или то, что его... Да, это точно повлияет. А вот просто его отсутствие, такой, как сказал Лавров, как ты процитировал, что обеднело медийное поле, да. Но вот как это отразится как-то на политической реальности? Что не будет вот такого, как Раш Лимбо был, или Такер Карлсон? Ну, там же остался Шон Хеннеди, Лора Инграм, Лу Добс, я думаю, что Карлсон не будет долго без работы. Он может вполне... Ему Фокс кажется, то есть, не кажется, ему Фокс сказал, что они будут ему платить его контракт, выплачивать, а это 20 миллионов долларов в год. Так что у него, как бы, может он пару лет посидит тихо? Ну, может и нет. Он может, как Беннон, просто вот открыть свою, 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 как бы... лавочку. Свою лавочку, да, и все эти, все эти там до 8 миллионов людей, которые слушали его на Фоксе, будут слушать его в интернете. То есть, я не думаю, что он долго будет молчать. То есть, я не знаю, но мне кажется, не очень скажется его вот как в отсутствии даже в течение, допустим, нескольких месяцев, оно не очень скажется, но ни у кого настроение не изменится. То есть, понятно, что его на Фоксе слушали, но те, кто будут за Трампа голосовать вообще, что бы Трамп вот не сделал. То есть, те самые, про которых сам Трамп говорил, что если он выйдет на 5-й в Нью-Йорке и кого-то застрелит, они все равно будут с ним. Ну, так это вот те самые люди, которые слушали Карлсон, для них ничего не изменится. Так что, я думаю, что никак, никак это на наши расклады политические не повлияет. Игорь, ты не мог бы пару слов сказать по поводу того, как изменилась республиканская партия для тех людей, которые продолжают настаивать на том, что ну как же, Маккейн, Рейган, и я просто думаю, насколько, так сказать, ну да, политики другие, безумные там, Марджери Тейлор Грин и так далее. Но насколько эта демография изменилась того, кто теперь поддерживает республиканскую партию, это практически в каком-то, было такое слово, появилось после меня уже, бюджетники, люди, которые на государственном состоянии, как бы получают зарплату. И мне кажется, что это все больше республиканцев, потому что это полицейские, потому что это люди, которые, Трамп сейчас атакует Десантиса за то, что он хочет избавить, сократить наши социальные защиты. То есть, это бедные люди, это белые люди, это небогатый бизнес, теперь Десантис воюет с Диснеем, это же просто какая-то анафема того, что республиканская партия была, это уже крайне право, потому что деньги тут уже даже не имеют никакого значения, тут какая-то свобода, право выбора спрыгнуть с обрыва. Ну да, но они же сами там, некоторые из них говорят, что они теперь партия рабочего класса, когда Трамп выиграл выборы в 16-м году, так некоторые из них говорили, что мы теперь партия рабочего класса, вот рабочий класс голосует за нас. Это прямо, ну, я, конечно, не хочу прибывать параллель, проводить, но национал-социалистическая рабочая партия Германия, она даже в своем названии имела, что она рабочая, позиционировала себя, что она представляет рабочих, будучи правой... Это не как-то не волновала республиканцев. Да, будучи партией ультраправой. Не, дело в том, что, с моей точки зрения, совсем некорректно сейчас говорили, что партия Рейгана, партия Маккейна, там, может, так мы можем до Линкольна дойти, была партия Линкольна, но если посмотреть на состав республиканской партии, то мы увидим, что в ней просто очень мало людей, которые, скажем, были искренними сторонниками Маккейна. Просто действительно очень мало, потому что многие люди свою республиканскую регистрацию сменили на независимых. Более того, Маккейна, наоборот, звали Маврик, то есть он был как бы одиночка, и ему повезло, что в 2008 году он стал кандидатом от республиканской партии. Я думаю, что да. Он никогда не был таким большим лидером в ней, он, наоборот, был в ней маргиналом. Да, потому что даже тогда было бы более ожидаемо, если бы им стал кто-то совсем, если бы Сара Пейлин стала тогда кандидатом, я думаю, это более ожидаемо уже было. Потому что просто я думаю, что это началось со времен революции Гингрича. Состав партии просто стал меняться. Сначала очень медленно, а потом больше. Когда пришел Трамп, то он начал меняться очень резко. Просто люди стали из республиканской партии уходить одни, а другие стали приходить. То есть приходить стали те, кто раньше вообще на выборы не ходили. Ведь Трамп же совершенно не случайно набрал в 2020 году на выборах больше голосов, чем любой республиканский кандидат вообще в истории Америки. Он и в 2016 году набирал больше голосов, чем набирал Маккейн, чем набирал Буш младший, чем набирал Буш старший, чем набирал Рейган, чем набирал Ромни. То есть он привел за собой людей, которых там не было, которые раньше вообще на выборы не ходили, потому что их бы устраивал только какой-то очень правый кандидат. Очень правых кандидатов не было, но там был один раз два раза рост перо, но его нельзя с Трампом тем не менее связывать, он скорее был не политически правый, экономически очень правый, скорее, чем политически. А такого политически правого кандидата, как Трамп, до Трампа не было, и он просто привел с собой тех, кто раньше на выборы не ходил. Это очень легко проверить, просто посмотреть, кто в выборах участвовал, и каков же состав республиканской партии. Если посмотреть, например, кто на праймерис побеждал в республиканской партии, на выборах в Палату представителей в прошлом году, Трамп из рукава подоставал кучу кандидатов, которые очень легко выиграли праймерис, при этом очень многие из них проиграли потом на всеобщих выборах, потому что тогда, когда голосуют не только зарегистрированные республиканцы, оказывается, что эти люди не могут выиграть выборы, что они не популярны. Просто я знаю лично людей, которые из республиканской партии вышли, то есть они были зарегистрированы как республиканцы, они стали независимыми, причем людей из разных этих вот кругов. Я вспоминаю у меня, когда я жил в Токсиркане до переезда в Нью-Йорк, у меня врач был семейный, он такой вот рейгановского типа республиканец, мы с ним очень интересные дискуссии всегда вели. Так он очень, у него был патимистический лидер на будущее республиканской партии, потому что он считал, что надо дрифуй в сторону какого-то совершенно, в сторону дремучести полной, что нельзя, нельзя значит, лозунгом партии провозглашать, что мы идем, мы идем в светлое прошлое. Это то, собственно, то, что делают республиканцы сейчас, это то, что Путин России предлагает, но Россию это устраивает, я надеюсь, что Америку вариант движения в прошлом не устраивает. Я очень надеюсь, что когда-нибудь, рано или поздно, просто какой-то республиканский эстеблишмент заберется и решит, что вместо того, чтобы рассчитывать исключительно на голоса преимущественно малообразованных людей из провинции, нужно чем-то привлечь современную молодежь, какими-то другими идеями, не запретом абортов, не отменой медицинского страхования, а чем-то привлечь тем, что положительно привлечь тем, что давайте мы сделаем то-то и то-то, это улучшит вашу жизнь. Сделаем то-то и то-то, создастся столько-то рабочих мест. Я думаю, что это рано или поздно должно будет произойти, просто трудно сказать когда, потому что движение в прошлое, оно в конце концов приведет к тому, что республиканцы будут проигрывать все выборы, просто за них не будут голосовать. Они будут, республиканский кандидат президента набрал большинство голосов в целом по стране, начиная вот после 88-го года один раз в 2004-м году. Буш младший, Буш 43-й. И то, и то, он был лично популярен после 11-го сентября. А если бы не был так лично популярен, наверное, бы и не набрал большинство в целом по стране голосов. Поэтому состав партии другой. Я понимаю, что есть много людей, которые в Америке не живут, так и они себе представляют республиканскую партию, как вот там же там все Рейганы, Маккейны. Вот, но это времена... В худшем случае Ромни. Ну да, но это времена давно прошли, совсем, совсем прошли. Ромни, Ромни, кстати, только что объявил, он подал бумаги на переизбрание, он это как-то тихо так сделал, что, в общем-то, надеется, что его переизберут. Посмотрим. Состав партии очень изменился, очень, очень, очень сильно изменился, потому что из нее ушли много-много людей, просто, соответственно, они в праймере республиканских не участвуют. А в нее... Я просто думаю, сколько наших бывших соотечественников осталось республиканцами, я думаю, они попроверили с партией, или партия наконец дошла так подалеко, где они уже были. Ну, кто-то ушел, кто-то провел вместе, наверное, вместе с партией. Так, я думаю, это же от людей зависит. Абсолютно. Ну, что ж, тогда, мне кажется, что мы осветили основные темы этого прошедшего месяца, и я тут сделал такой небольшой опрос нашей публики и спросил, считают ли люди, что Россия капитулирует в 2023 году. Почему бы и нет? Да, ответили 63%. Нет, ответили 37%. Я считаю, что у нас хорошая доза оптимистов в нашей публике. Это приятно. Это очень приятно. Друзья, вы смотрите, слушайте «Рашкин репорт». Меня зовут Юрий Рашкин, у меня сегодня в гостях был Игорь Айзенберг. Читайте Игоря в фейсбуке или слушайте новости из США Игоря Айзенберга на канале «Рашкин репорт». До новых встреч. Слава Украине и Габблос Америка. Героям слава. Спасибо, Юра. Спасибо тебе, Игорь. Игорь Айзенберг.